Вперед! Десять дней пролетели незаметно. Скучать было некогда, ведь каждый день был насыщенный тренировками и соревнованиями. Но пришло время подводить итоги. Церемония награждения и объявления победителей началась с женщин. В этом году в соревнованиях принимали участие представительницы прекрасного пола от двух стран – Россия и Беларуси. Это бельгийская овчарка по кличке Зевс. Мы прибыли из Республики Беларусь. Соревнования были интересные, увлекательные. Открыли для себя много нового, попробовали себя уже на другой арене. Было все интересно, все новое. Все соревнования белоруска Светлана Капустина и россиянка Диана Зеленова шли ноздря в ноздрю. Как оказалось, между девушками не только конкуренция. Светлана очень сильный соперник. Также, можно сказать, сосед по комнате моей. Но на самом деле в общении мы дружим, хорошо общаемся. Естественно, на соревнованиях каждая старается как может. Между прочим, Светлана – единственная девушка в команде Республики Беларусь. Но, несмотря на отсутствие соратниц, она всегда ощущала крепкое плечо рядом. Меня вполне хорошо поддерживали мальчики. У нас хорошая команда мужская. А все оказывали помощь, поддержку. И словом где-то там подрили, веселили, поддерживали. Помощи было достаточно. Дмитровчанка Диана Зеленова и белоруска Светлана Капустина разделили почетное первое место. Диана взяла золото на полосе препятствий и гонки чемпионов, уступив Капустиной в док-биатлоне. Диана уверяет секрет побед в титаническом труде. Мы готовились долго. Упражнения все сложные. То есть помимо подготовки с собакой, нужно было готовиться и физически, то есть бегать и разгонять собаку. Упражнения по стрельбе тоже очень сложные. Ну, все получилось. Я считаю, что выступили достойно. Мужская команда России от девушек не отстает. Сильная половина показала великолепные результаты, как в индивидуальном зачете, так и в командном. Сборная России регулярно участвует в кинологическом конкурсе «Верный друг». Каждая новая победа дается сложнее прежней. В этих играх становится еще тяжелее бороться, потому что уровень других команд, других стран становится на голову выше. Мы повышаем свой уровень в тренировочном процессе. Стремимся к победам каждый год. Сборная России готовится к международному кинологическому конкурсу «Верный друг» практически весь год, начиная с октября. По окончанию соревнований в сентябре тандем отдыхает, а затем снова в бой. Мы проводим тренировки очень рано утром и также поздно вечером. Или же, если погода позволяет, то перерыв только на обед. Больше победы нам не видать. Почетное первое место в командном зачете вместе с Россией разделила сборная Узбекистана. Самоотверженность, патриотизм наших ребят показала сегодня. Достойный результат они показали. И достойно заняли первое место. И с этим мы подготовили большой подарок ко дню независимости нашей Родины. Спасибо. Мы очень рады. Цель достигнута. Ура! В командном зачете второе место заняла сборная команды Республики Беларусь. На третьем команда Алжира. Дебютанты этого года Вьетнам и Израиль не взяли призовых мест в командном зачете, но были награждены сертификатами и кубками за активное участие в международном конкурсе. Продолжение следует...